Всем привет, ребята! Ну что, Australia Open у нас уже прибежается к своему завершению и настало с вами совсем немного. И сегодня я хочу разобрать очень интересный полуфинальный матч между Каролиной Плишковой и Наоми Осакой. Конечно, выход Плишковой — это просто что-то нереальное и фантастическое, я считаю. Потому что выиграть у Сирены, проигрывая в решающем сете 5-1, причем у Сирены были матчболы, и не один матчбол, и нападающие свои были, и потом на приеме у нее были матчболы. И в итоге Чешка не дрогнула — это просто похвала и аплодисменты к Каролине, я считаю. Наоми, конечно, большая умница, мне очень симпатизирует эта несистка, и то, как она играет, и ее поведение на корте после матча в интервью. Она очень такая скромная, то есть ни капельки успех ее не зазвездил, как многих консисток в этом возрасте. Но я честно скажу, что несмотря на то, что она очень легко обыграла Ирину Свитолину в четверть финале, все-таки у нее, ну, хватало проблем в этом матче. Видно было, что волнуется японка, много раз она ошибалась в простейших ситуациях. Особенно по длине у нее мяч улетал очень часто, прямо в нескольких метрах от линии. На подачу у нее, что удивительно, было немало проблем. Но сегодня я просто не могу не поставить на Каролину Плишкову, несмотря на то, что она идет аутсайдером. Я ее не вижу аутсайдером в этом матче, правда. Потому что если она у меня опять занервничает, а это я не исключаю, то просто-напросто Плишкова таких подарков, как Свитолина, ей не предоставит на своей подаче. Поэтому я здесь рекомендую сыграть победу Каролины Плишковой. И данное событие, друзья, снова, как обычно, беру на mailbet. Если вы еще до сих пор не успели там зарегистрироваться, то сейчас это я считаю делать как никогда лучше, потому что там очень хорошие условия для, особенно, выбора данного исхода. Так что переходите по ссылочке в описании. К тому же дающим там очень много бонусов и регистрируйтесь. До этого я буду заканчивать сегодня. Совсем скоро у нас с вами уже начинаются новые турниры. Но еще на Australian Open мы с вами увидимся. А пока я хочу пожелать всем вам удачи и до встречи в новых выпусках. Всем пока-пока.